Июль 2013 года. Благовещенск. Площадь Победы. На стройку 21 века, как и 40 лет назад, отправляется сводный студенческий отряд. Новое поколение строитрядовцев ждет теперь не Байкало-Амурская магистраль, космодром Восточный. Летний трудовой семестр. Не только романтика. И хотя у каждого своя причина поехать на Восточный, значимость космодрома для региона и страны эти ребята понимают правильно. Это стройка всероссийского масштаба и даже мирового. И потом, мне кажется, за всю жизнь можно будет что-то рассказать своим детям, может быть, даже внукам. И какие-то воспоминания, которые останутся у меня не на один месяц, не на один год. То, что ты вот расскажешь, я строил космодром. Пару лет назад здесь были только колышки. Сегодня от федеральной трассы к космодрому проложена дорога. Пока грунтовая, временная, для строителей. Возведенный буквально за год монтажно-испытательный корпус будущего космодрома, где будут готовить к старту ракеты и космические аппараты. Почти готов и командный пункт. В отличие от Байконура, здесь нет подземных пункеров. Стартовать отсюда будут экологически чистые и надежные ракеты. Свободный это будет космодром завтрашнего дня. Там будут перспективные вещи отрабатываться, начиная ракеты, аппараты. То, что, он говорит, так нельзя сделать на Байконуре. Будущим инженерам доверили возводить сердце космодрома. Стартовый комплекс для космических кораблей «Союз-2». «Союз-2» — трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Строится в Самаре в ракетно-космическом центре ЦСКБ «Прогресс». Ракета не наносит ущерба экологии. В качестве топлива используется керосин и жидкий кислород. Стартовые площадки ракет «Союз-2» построены на космодромах Байконур, Плесецк и в Гвианском космическом центре. «Союз-2» в зависимости от модификации может вывести на орбиту от трех до десяти тонн полезного груза. Первый старт ракеты состоялся в ноябре 2004 года с космодрома Плесецк. Сегодня здесь основная работа. Заливается многоуровневый сверхпрочный фундамент. Технология отработана годами, но для будущих специалистов она в новинку. На данный момент на участке у нас работает 200 человек. Непосредственно наша сдача стартового стола, то есть на каждой позиции свои сроки. Ну, стартовый стол, как говорят, должны 2015-му построить. Самый большой отряд направил Московский государственный строительный институт. На Восточном работают студенты из Хабаровска и, конечно, Благовещенска. Ребята молодые, здоровые, рвутся в бой, грамотные. То есть с приходом их у нас практически раза в два, наверное, производительность повысилась. Хотя, как бы, вроде не умеют, но схватывают быстро на лету. Раз показал, все делают. Впервые к строительству Восточного будущих специалистов привлекли в прошлом году. Опыт оказался удачным. Выигрыши и студенты, которые получают необходимые навыки. И подрядчики стройки века, решившие проблему нехватки рабочих рук. Как без молодежи может быть привлекательный космодром? Как может быть будущее без молодежи? Значит, очень приятно то, что эта мысль и просьба поддержала полностью и заказчик Роскосмоса, и, конечно, генподрядчик. Палатки остались в прошлом веке. Живут строители космодрома в комфортабельных вагончиках. По четыре человека. В комнатах, похожих на купе. Все хорошо, вон даже интернет есть. Можно посидеть, где нужно, в свободное время. Первый национальный гражданский космодром возводится рядом с бывшим гарнизоном Углегорск. Недалеко от города Свободный. До 90-х здесь на боевом дежурстве стояли грозные межконтинентальные баллистические ракеты РС-10. После сокращения вооружений с берегов реки Зея запускали гражданские спутники. Многое для будущих космических запусков уже создано природой. Амурская область – сейсмобезопасная зона. 300 дней в году здесь солнечная погода. Новые ракеты будут экологичными и не нанесут вреда Дальневосточной тайге. Топливо, используемое в этом ракетно-носителе, будет экологически чистое. Поэтому районное падение, которое мы будем отводить, совелсование с местными органами власти, с экологами, будет происходить в более спокойном режиме и не вызовет тех импульсных реакций, которые сегодня иногда это вызывает. Космодром Восточный – не только стартовый комплекс, но жилая и техническая зона. Мощнейшая инфраструктура для тех, кто будет здесь работать. Кроме того, Академгородок – база подготовки для космонавтов и космических туристов. И новый Наукоград, который назовут именем основоположника русского космизма Циолковского. Здесь будут жить до 40 тысяч человек. Для меня лично, конечно, хочется гордиться тем, что в России есть такой комплекс, такой космодром, который отвечает всем требованиям, и он будет лучшим для меня. Может быть, мы сможем сами полететь в космос. Раз такой объект строится, под него делается инфраструктура. Построилась инфраструктура, развивается данный регион. Лично для меня это гордость. Это гордость за мою страну, я патриот своей страны, я хочу работать в этой стране, я хочу вкладывать в эту страну усилия, я хочу, чтобы эта страна, как говорится, развивалась, и чтобы моим детям досталась хорошая страна. Я хочу им передать вот эту вот страну. Вот что для меня космодром Восточный. Продолжение следует...